Близнецы и снова доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю с 20 по 26 июня 2022 года. Помогут мне в этом втором юз, а также Ленорман Утопия. Карты перед вами. Настраивайтесь на расклады, на получение информации. Будем анализировать предстоящие события. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь? Пятерка, Чаш, Суд и Жрец. Замечательные карты. Почему? Потому что они наконец-то вам помогают проработать негативные эмоции, которые вами обладевали длительный период, длительное время. Причем у многих это могла быть ситуация связана, допустим, с боевыми действиями, потому что пятерка кубков, суд и жрец, это как покидать, допустим, родные пенаты, родное место жительства и адаптироваться к новой среде. Жрец у нас всегда указывает на изучение новой культуры, на ситуацию, когда вы учите, допустим, новый язык или просто адаптируетесь к новому социальному окружению. То есть новые нормы, правила, цели. Или если вы по каким-то причинам, ну вдруг завалили экзамен, какую-либо проверку, то это, знаете, как негативные эмоции, которые остались в прошлом, потому что суд, жрец, это будет как успешная пересдача. Если же это был вопрос здоровья, то, наконец-то, болезненный вопрос, который вас мучил длительный период, будет решен, потому что суд, жрец, найти квалифицированного специалиста, который будет действительно заинтересован не только в заработке денег за счет вас, но в том, чтобы вас вылечить, ну, скажем так, себе поставить галочку относительно выполненной работы. Здесь карты, которые могут указывать и на получение наследства, потому что все-таки суд, жрец, это получить что-то от жилых родственников. Не обязательно это прямо, знаете, по причинам чьей-то смерти. Это могут быть вопросы дарственные, либо это передача какой-то семейной реликвии, которая вам переходит в дар, потому что, как показываете аркан, это, знаете, как бы то, что нужно нести из поколения в поколение. Если карты смотреть с точки зрения личной жизни, и вы у нас на данном этапе свободны, то здесь, как мы видим, аркан колесница у нас может указывать на знакомство с иностранцем, либо иностранкой, причем карта, которая делает акцент на знакомство. После переезда, поездки, в путешествии, будь то курортный какой-то роман. Но также это может вам сулить знакомство на расстоянии, то есть через интернет. Но в этом случае однозначно здесь человек будет иной культуры, может быть даже другой религии, либо вероиспомедания. Если вы в любовных треугольниках, то королева чаш, она же королева кубков, указывает здесь на ситуацию, знаете, как излишних эмоциональных каких-то переживаний. Почему? Потому что здесь вы можете переживать относительно ситуации, суд и жрец, что кому-то нужно будет рвать связи на стороне ради сохранения семьи. А если, допустим, вы у нас на текущий момент в статусе любовника или любовницы, то здесь это, знаете, как осознанно отойти. То есть не быть на вторых ролях, но позволить кому-то сохранить и не разрушить семью. Если вы находитесь в стабильных связях, то по пажу мече это вопрос аналитики. Сможете, знаете как, не то что сможете, наконец-то увидите партнера, либо партнершу таковыми, какие они есть, без идеализации. Вас это, конечно, немножечко может огорчить, либо разочаровать, но суд-жрец, это, знаете, как указание на то, что нужно работать над союзом, над взаимоотношениями, над тем, чтобы меняться, расти духовно, личностно, и расти одновременно в паре. Еще кто-то здесь может анализировать, из какой семьи вышел ваш партнер или партнерша, как это отобразилось на сформировании его характера, его отношения к людям. То есть, это, знаете, как взвешивать, что стало первопричиной тех либо иных поступков, либо того, либо иного отношения. То есть, кто-то будет копаться в прошлом, своей второй половины, для того, чтобы найти ответы на свои вопросы. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, то есть, здесь находиться на попечении членов семьи, здесь может еще, знаете, как подавать какие-то апелляции относительно выплат, которые вам полагаются, допустим, вам некорректно, либо неверно посчитали. Ну и могут идти вопросы наследства. Потому что, видите, тройка жезлов. Ситуация, которая указывает на то, что есть рост, есть вопросы плодородия, то есть, есть новые возможности. А это уже само по себе замечательно. Если вы в статусе соискателя, то здесь на текущем этапе ограничение. Потому что данная триада карт у нас указывает на ситуацию, что у вас идет нехватка опыта, навыков или знаний. Как следствие, вам нужно будет либо проходить какие-то курсы, или же повышение квалификации, для того, чтобы получить желаемую работу. Если вы у нас наемный сотрудник, то здесь шестерка мечей, это могут быть планы, цели относительно перехода в другую организацию, либо вообще переезды трудоустройства в другом городе, регионе, либо стране. Потому что здесь, хоть и с тяжелым сердцем, знаете, пятерка кубков, это как оставить все, либо бросить все для большинства. Суд и жрец, это как кардинально менять текущую ситуацию. Понятно, что дело, что все не уволятся, все не побегут. Но в данном случае шестерка мечей может еще говорить о вашем желании в рамках одного предприятия перейти с одной должности на иное. Если же у вас свой собственный бизнес, то по Аркану Отшельник это вопросы самокопания с целью улучшить качество предоставляемых услуг, либо качество товара, потому что здесь это копаться в себе. У кого-то может идти вопрос эмоционального выгорания от профессии. Как следствие, суд и жрец, это как пересмотреть свою деятельность, как ее улучшить, что туда привнести, и как взаимодействовать с конечным потребителем. По состоянию здоровья ситуацию вам уже описала. Давайте приступим к негативу. Так, Рыцарь Жезлов, Девятка Пентакли и Королева Жезлов. Но здесь по картам, это знаете, как не хватает запала, не хватает ресурсов на реализацию задуманного. Особенно, безусловно, хотим, как бы, каждый из нас любит жить роскошно, красиво, комфортно, то здесь вас может, знаете, как беспокоить или озадачивать нехватка ресурсов как раз на получение этой зоны комфорта. Потому что Рыцарь Жезлов, это не то, чтобы привычка потакать своим сиюминутным желанием, но это, знаете, как держать высокую планку ваших амбиций. А вот здесь может проходить нехватка ресурсов по этому вопросу. И вы можете быть, знаете, как обеспокоены или озадачены. Еще по данным арканам это может быть недополучение прибыли от женщины огненной стихии Овин Лев или Стрелец, либо женщины яркой, харизматичной. То есть, возможно, на взаимодействии с которой вы ставили ставку. Ну, допустим, чтобы вам там дали в долг, либо наоборот вернули деньги, или там, ну, еще какие-то ряд факторов. Потому что здесь, как, знаете, идет некое такое разочарование по принципу того, что недополучили то, чего хотелось, либо то, к чему стремились. И совет у нас здесь по ситуации. Ну, совет четверка жезлов это, обратите внимание, это род, это семейный круг, это семейные ценности. Соответственно, акцентом на этой неделе это будет семья, друзья, ваши самые близкие люди. Это могут быть семейные праздники, торжества, какие-то памятные даты, семейные мероприятия. То есть, акцент основной посвяти время себе, своим близким. У кого-то это могут быть очень-таки тесные и теплые, добрососедские взаимоотношения с вашими жильцами, допустим, на одной улице, либо в одном многоквартирном доме. То есть, это устраивать какие-то мероприятия, это приводить время в приятные обстановки. Но вообще, совет и акцент по картам это заняться своим жилищем, дать ему больше комфорта, красоты, легкости, воздушности, праздничности, потому что все это будет влиять на ваши энергетические вибрации, ну и как следствие улучшать и ваш настрой, и самочувствие, и качество вашей жизни. Сейчас мы с вами посмотрим неожиданность периода. Что у нас здесь будет? На что рассчитывать? На что надеяться? Так. Кольцо, коса, букет. Здесь плетки. Ну, это у кого-то, как идет выяснение взаимоотношений на страстях, потому что, знаете, здесь не успели с кем-то из серии разругаться, сразу же помирились, потому что кольцо коса у нас всегда указывает на ситуацию каких-то натянутых союзов, это могут быть ссоры, это могут быть конфликты, недопонимания, иногда даже это как срыв договоренностей. Знаете, ну то есть это какая-то эмоциональная рана, в чем-то может быть даже какое-то разбитое сердце. Но здесь, поскольку мы видим у нас коса, букет, это еще какие-то неожиданные сюрпризы, которые могли преподноситься в одном ключе. Сейчас объясню. Например, если у кого-то день рождения, ваши близкие или ваше окружение могут сделать вид, что они забыли о данном мероприятии, да, и вы, ну, можете быть с утра не в настроении, от этого не в духе, но, как следствие, вам могут потом, знаете, сделать какой-то шикарный сюрприз или подарок, потому что по связке этих карт это как закопать топор войны, это неожиданная радость, это получение дивидендов, это приятные неожиданности. Кстати, для женщины это мог бы еще как получение сертификатов на какие-то косметологические услуги, начиная от уколов красоты до пластической хирургии, ну, и в целом, это, знаете, как преображение, там начинаются стрижки, укладки, ну, и знаете, как еще в таком ключе, в таком смысле, это может быть стрижка газонов и клумб, какой-то договор связанный с тем, чтобы вам ваш ландшафтный дизайн привели в порядок, ну, то есть, все было у вас красиво в вашем саду. Вот такая неделя, в чем-то, безусловно, она непростая, очень много здесь у нас эмоций, эмоциональных переживаний, такой у вас прям тут перенасыщенный, я бы даже сказала, эмоциональный ряд, поэтому мы сейчас делаем так, что все-таки негативные эмоции ушли в небытие, а с вами пребывали только благоприятные и конструктивные. Желаю вам этого от всей души, пусть неделя вас непременно порадует, побалует, от вас по прошествии времени буду ждать обратной связи, как отыгрался данный расклад, поэтому не забывайте черкнуть весточку. Я вас благодарю за просмотр, с вами не прощаюсь, до новых встреч!